Из церкви в кинотеатр. Переезд Барнаульского планетария на новое место окончен. Этого ждали три года и накануне первые посетители наконец-то смогли увидеть звездное небо. Но теперь еще и в разрешении 4К. Для этого к уже имеющейся оптико-механической системе Карл Цейс докупили современное цифровое оборудование. Было потрачено порядка 9,5 миллионов на приобретение этого оборудования. То есть и купола, и совой цифровой системы. Плюс мы подготовили наш старый аппарат. Ему была сделана реставрация, ему был сделан лифт. С помощью лифта можно регулировать высоту прибора. Это необходимо для удобства просмотра. Также для планетария разработан уникальный купол. Его цвет позволяет использовать и цифровое, и аналоговое оборудование. Помимо этого здесь появился и новый телескоп для наблюдения за Солнцем. Его плюс и прелесть в том, что с помощью него можно наблюдать атмосферу Солнца. Это различные грануляции, то есть солнечные пятна, возмущения какие-то на Солнце, которые там возникают. То есть он дает более детальную картинку самого Солнца. Прибор стоимостью более полумиллиона рублей будет доступен для всех желающих. Планетарий планирует проводить открытые сессии для наблюдения за светилом. Также скоро здесь должны начаться работы над созданием кафе, музея и лектория. И, конечно, над новой программой. Мне понравились масштабы, мне понравилась красочность. На самом деле я была в планетарии однажды за границей, и это мой первый планетарий в Российской Федерации. Ну, круто. Очень, мне кажется, в рамках нашего города, очень масштабно. Одновременно планетарии могут посетить не более 45 человек. Билеты уже поступили в продажу, и говорят в планетарии, они входят в программу пушкинской карты. Так что посмотреть на виртуальные звезды молодежь сможет бесплатно. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.